приветствую вас на нашем канале про пчелоса меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня мы поговорим как я расширяю улья в корпусной системе но принципе сегодня мы снимаем видео про этот восьмирамочник но тема принципе одна и то же самое что 10 рамочник что в восьми рамочниках принципе я делаю примерно одинаково когда семья досягает определенного пика мы проводим работу определенную да но не нужно забывать что это мы делаем только семьями это мы не делаем например с отводками Should Comey например ребята и работа немножко по-другому там расширение идет рамками даже имеется ввиду что очень хочу рамочку поставили рамочку забрали сиропчик отдали там рамочка открыли надо имеется ввиду как она уже на подсознании действительности потому что я уже давно работаю с отводками в принципе она уже выработалась на подсознании р equals 1 идти там через несколько дней ты пришел от фотку что-то дал и И, конечно же, результат не заставляет себя ждать. А работа с семьями вот сейчас происходит так, как я вам сейчас покажу. Мы смотрим, что вообще эта семья представляет. Погода у нас сегодня, конечно, немножко нелюдная. Вечер, холодно. Ну, не то, что холодно, получается прохладно, я бы сказал. Но, получается, завтра у нас дождь передают. Вот, послезавтра у нас дождь передают. И, в любом случае, получается, что я, как бы, должен что-то сделать, да? Получается, должен расширить. Так, что мы сейчас будем, друзья, делать? Смотрите, у нас есть вот такой один корпус. Вот корпус у нас вот здесь, да? Имеется в виду, что комплектация вот этого корпуса у нас получается, обратите внимание, какая. Здесь у нас стоит сушь, вся светлая, и вощина. Но, можно было бы все сделать очень просто, да? Получается, просто матку сейчас отыскать и посадить ее в нижний корпус, получается, на любую вот эту, на любую из рамок с вощиной. И, в принципе, на этом сказать все, друзья, до свидания, все хорошо, я типа счастлив. Но, не все так просто получается. Я, в любом случае, пытаюсь сделать немножко по-другому. Я пытаюсь опустить пергу в нижний корпус. Почему так? Это все просто. Пчелы всегда слаживают пергу в нижний корпус. Если я поднимаю пергу в верхний корпус, то у меня получается такая проблемная ситуация. Проблемная ситуация заключается в чем? Потому что пчелы все равно продолжают слаживать пергу в нижний корпус. Ну, вы меня поняли, да? Ну, и начинаем их сейчас как-то понемножку паковать. Вынимаем рамки. Две, три. Ставим их сбоку. Где наш дымарик. И начинаем потихонечку работать. Получается, видите, ситуация таки патовая. Потому что пчелы набрали уже силу. Их много. И у них, как бы, уже понятно, на подсознании такое будет вырабатываться. Что нужно родиться. И пчеловод должен, как бы, это предугадать. И в определенное время, ясно, им помочь расширить их так. Так, вот попалась мне та рамка, которая очень плохо вылазит. Так, ну и аккуратненько вынимаем. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Аккуратненько. Выняли, да? Ну, получается, семья еще не в полном пике. Когда семья в полном пике, то мы, друзья, видим, что здесь висят вообще розди. Так что мы, как бы, не опоздали с расширением. Да, имеется в виду, что, как бы, мы где-то, где-то, где-то. Так, нужно что-то подставить. Минуточку. Смотрите. Почему нужно подставить? Получается такая ситуация. Чтобы вы меня поняли. Здесь у нас сверху 8 миллиметров. И когда мы ставим вот эту рамку вниз, то получается, что рамка идет заподлицо с корпусом снизу. И мы немножко давим пчел. Чтобы такого не происходило, то нужно что-то подставить. Так, и поехали смотреть. Наша задача на сегодняшнее время отыскать матку. И посадить нижний корпус. Так, есть какие-то маточники. Посмотрим на наличие яиц. Яиц, в принципе, пока нету. Но имеется в виду, что маточники уже есть. Так что... Ну, пока, друзья, пока мы... Так, ну, давайте мы вот эту... Раз. Пока наша задача отыскать маточку. Что здесь? Здесь медовая рамочка и с трутом. Медовая, перковая. Обратите внимание, что она уже печатается. Это означает, что, друзья... Это означает, что у нас есть майский мед. Прикольно. Ну, здесь медовая, конечно, перковая рамка есть, где и нигде перга. Но в любом случае мы вот эту рамку поднимем наверх. Так. Расплодная. Это наверх рамка. И стамеска не подходит под этот. Нужно было большую брать. Что-то, что-то, что-то заедает. Так, перговая рамка и матка. Вот так вот эта рамка, вот эта матка остается у нас снизу. Так, оставляем ее. Раз. В принципе, корпуса не будем. Я не знаю, они приклеены. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы все, что нам нужно, мы перебросим. Перебросим сюда. Положим ганематовскую решеточку. И все. И как бы спакуем. В принципе, извините меня, что я рамки ставлю вот так. Так, в принципе, делать неправильно. Но, друзья, как обычно, знаете, вечером спешим. И, чтобы вы понимали, все получается, все наоборот. Я просто приехал сегодня соточка другого. И помню, что вечером нужно вот эту семью расширить. Так, матку мы нашли. Вот это расплодная рамка, да. Мы ее тоже забираем. Ну, есть перги, но немного ее. И она темная. Ее вообще нужно на отбраковку. И мы понемножечку забираем ее наверх. Так. Идем дальше. Что хочу сказать по поводу всех вот этих. Так. Перговая рамка, видите? Хорошая перговая рамка с трутовым сотом. Здесь какой-то здесь засел. Ставим, идем дальше. Это все я имею в виду, что мы оставляем снизу, друзья. Семья еще не зашла в роевое состояние. И, в принципе, никаких там противо-роевых методов мы не делаем пока. Ну, мы видим, что уже маточники как бы есть. Яиц в маточниках нету. Но маточники как бы уже подтянули. Ну, в любом случае, матка отработает. И мы в любом случае ее, получается, потом как бы разделим. Сделаем отводочек какой-то. Потому что в определенное время у нас в любом случае не будет взятка. Так, опять темная рамка. Опять ее мы ставим сюда. И потом на отбраковку ее. И крайняя рамка, она у нас тоже темная. Я думаю, что, наверное, тоже ее нужно будет на отбраковку забрать. Да и все. Опа. Смотрим. Не, медово-перговая. Да, перговую рамку мы оставляем снизу. Так, друзья. Перговая. Опа. Матка у нас вот здесь гуляется. И мы им ставим. Матки я... Смотрите. Как поставим сушку одну. Раз. Поставим вощинку одну. Два. Вот так. Получается, есть место маточки тесеять. Поставим еще одну вощинку. И еще одну сушку. Что у нас здесь было. Здесь у нас расплодно, да? Расплодно-перговая или темная рамка. В принципе, здесь перегни почти нету. Забираем эту рамку тоже. И наверх. Так. Матку заставляем сушей. С двух сторон мы поставим, видите? Вощинку тоже оставляем снизу. И можно еще одну или сушку, или вощинку поставить. Ну, давайте поставим сушку. Вощинку наверх тоже нужно ставить. Потом ее можно переставить вниз по желанию. Потом, ну, посмотрим потом, что сделать лучше будет. Дальше. Ложим аниматовскую решетку. Вот так. Раз. Я ложу вот такую решетку. Можно положить другую решетку. Кстати, вот эта уже я вижу порванная, да? Немножко нехорошо. Ну, матка, я думаю, не пробежит. Ну, здесь не стоит такое, знаете, чтобы там 100% матку пустить или не пустить наверх. Ложим решетку. Что самое интересное, я не страдаю ничем. Если что, я могу даже вот так положить решетку. Имеется в виду, что можно без проблем вложить вот так решетку. По-другому решетку. Это имеется в виду, что делайте как хотите. Вот здесь у нас решетка тоже с отверстием. Ну, на сегодняшнее время ложим вот эту. И просто ставим вот этот корпус наверх. Здесь опять же, друзья, я заметил, что сюда можно без проблем доставлять очень большое количество вощины, которую пчелы оттягивают буквально, ну, за считанные там дни, часы. Имеется в виду, что очень быстро. Потому что здесь мы поняли, вся летная пчела возвращается назад, она возвращается вот сюда, в нижний корпус. Вся молодая пчела будет находиться в верхнем корпусе. И получается, что ее нужно загружать, загружать работой. Ну, вот мы сейчас посмотрим, как у нас сушка была и вощина была, да. Вот сушку мы давайте поставим вот здесь сбоку. Вот, к примеру, здесь мы ставим сушку. Раз. Так. Я сюда наставлял, наставлял. Ну, здесь, видите, немножко перговая. Здесь немножко пергей. Ну, что я ее уже тоже, как бы, с расплодом уже забираю вверх. Так. И здесь просто через одну ставим вощину. Друзья, это делается, когда у вас есть время, желание работать, да. Имеется в виду, что так можно без проблем там делать. Ну, здесь медовая рамка, видите, полностью. Ну, а тут эту рамку, кстати, можно было бы сейчас забрать и спокойно покушать майского меда. Это уже майский мед, друзья. Что ты скажешь насчет этого? Ну, не знаю, что она мне скажет. Сейчас потом, сейчас подумаем. Потому что скоро засветет у нас рапс. То рапсового меда я, честно говоря, не сильно желаю кушать. Ну, и расплод. Кстати, спрашивали у меня за труда. Что делать с трутом, если такое разделение? Друзья, то ничего с ним не делать. Труд пускай будет, пускай там жрет что-то, пускай летает, не летает. Он, в принципе, не имеет никакого значения, который выходит, да. Вся суть заключается в том, чтобы семью как бы вывести с роевых настроений. Чтобы пчелы не были в роевом состоянии. И все. Видите, ну, кстати, пергу носят везде. Где только можно прутут эту пергу. Вот таким образом, друзья, мы работаем. Так, и ставим еще одну рамочку. Мужчины. Кстати, рамка какая-то нестандартная. И все. И можно считать, что семья расширена, и мы, в принципе, до нее можем не смотреть вообще. И там определенное время. Это что у нас сегодня? У нас сегодня то ли 12-е, то ли 13-е мая. Короче, в общем, друзья, так. Дней 18 до этой семьи можно уже не смотреть. Я буду уже до нее пересматривать. Это у нас получается, когда уже отсветет рапс. Чтобы вы поняли. Это у нас где-то в конце мая. Мы будем уже как бы ее... Вот эту семью просто придется поделить. Все. И на этом будет как бы точка. Мы сделаем отводок и все. Чтобы вы меня понимали. А так, видите, семья расширена. Вышли молодые пчелы. Мы им поставили вощины. Вощины поставили не так уж и много, потому что сейчас где-то у нас будет зацветать рапс, который тоже недалеко отсюда находится. И пчелы понемногу будут заливать вот этот верхний корпус медом. Будет выходить расплод, и пчела будет работать на принос нектара. Это как бы классика. Ну, это мы, в принципе, давно заметили. Давно мы это сделали. И, в принципе, ну, я думаю, каждый пчеловод, который так или иначе работает с пчелами, в определенное время понимает и доходит до определенных выводов. И вот этот, например, метод, это просто классика, друзья. Это поняли? Это имеется в виду, что, ну, как сказать, это все очень просто, очень понятно, как бы без никаких проблем, без никаких причин, все просто работает, да. Имеется в виду, матка снизу засевает, наращивается верхняя часть летной и нелетной пчелы, которая здесь находится, тоже чем-то занята, оттягивает ващину и, получается, как бы проветривает, выветривает мед, переносит, переделывает, чем-то как бы занимается. Вот такая, друзья, ситуация. Так что такой метод, ну, это, в принципе, предроевое, ну, или стандартное расширение семей. Ничего общего с роением нет. Если я не поставлю решеточку, то будет совсем другая ситуация. Матка поднимется, как обычно, верхний корпус. Ну, это всегда так. Она снизу сидеть не будет. Получается, они здесь забьются, и даже бывает такое, что она на низ не опускается. Если нет хороших, длительных таких взятков, то матку заставить опуститься в нижний корпус почти невозможно. Меня даже как-то спрашивали, то есть, как вот это понимать, сверху вниз. Когда идет хороший принос нектара, то пчелы заливают мед сверху и гонят матку вниз. Но если нет хорошего приноса нектара, то пчелы сидят сверху и вниз не идут, и, в принципе, семья заходит в роевое состояние. Вот такая, друзья, ситуация. Ну, в принципе, показал по классике. Я так делаю со всеми корпусами, оставляю, получается, пергу снизу. Вот, немножко заморачиваюсь. Если нет времени и очень сильно нужно, то просто нашел матку, матку бросаешь в нижний корпус, верхний корпус поднимаешь вверх, и все. И ты даже не заморачивайся. Имеется в виду, что роевые маточники, если потянут даже в верхнем, то туда нужно отложить яичко. Они не тянут роевого маточника с чего-то. Им нужно, чтобы маточка вот именно в роевой маточник отложила яичко. И все. А матка пока снизу разложится, пока все, вся семья уже ни в какое роевое состояние не заходит. Они, если есть взяток, перенастраиваются и работают. Все, друзья, опять заговариваю. Всем всего наилучшего. Всем пока. Пока.